Чтобы вы себя чувствовали уютно, комфортно, ничем не отличались от своих сверстников. С наилучшими пожеланиями в подарок к новому учебному году несколько комплектов школьной формы. Не с пустыми руками в Химкинский реабилитационный центр. Для детей снова пришли представители управляющей компании «Жилищник». Под их патронажем воспитанники уже несколько лет. В том году нам Гаевский Руслан Геннадьевич делал подарки в виде рюкзаков, с которыми дети пошли в школу и проходили весь учебный год. В этом году они нам оказали помощь в приобретении школьной формы. То есть у нас детки пойдут, не будут ни к чему не отличаться от всех детей третьей и пятой школы. Поддержку детям по тем или иным причинам, оказавшимся в реабилитационном центре, оказывают адресно. Обращаются к руководству, узнают, что и кому из них необходимо. И по мере возможностей помогают. Переговорили с руководством центра о тех проблемах, которые существуют на территории, связанные с обслуживанием территории центра. Ну и, конечно, я думаю, сейчас приеду с Русланом Геннадьевичем, переговорю, и мы окажем всю посильную помощь. Посильную помощь школьникам оказали и в микрорайоне Подресского. Десять комплектов канцелярии вручили детям из многодетных семей. Информацию о тех, кому нужна дополнительная помощь, от администрации в соцопеку передают педагоги. Социальный педагог уже определяет вот эти вот группы людей, группы семей. Это и многодетные, и дети, которые находятся в сложной жизненной ситуации по различным причинам. И далее мы уже прорабатываем совместный план действий, как оказать поддержку. В преддверии 1 сентября школьникам в микрорайоне Подресского вручили 10 комплектов канцелярских принадлежностей. На этом, по словам местных властей, поддержка не заканчивается. Администрация микрорайона старается помогать нуждающимся на постоянной основе. Нина Бережная, Николай Забродин. Новости Химки ТВ.